Субтитры создавал DimaTorzok Зацепило, что это настоящая вера наших предков Это была эйфория Я прочитал три книги Велеса разных авторов Все это было с карандашом, с пометками Книга эта меня взбудоражила, это легко, наверное, сказать Мне показалось, что вся моя жизнь была враньем И я просто снял крест Не было такого, что хлопая язычник Просто оно как-то само собой мягко прошло в мире Вхождение в общение с демоническим миром Для человека очень опасно В момент изучения оккультизма Понял, что меня уже куда-то не туда тянет Взял просто для себя такой тайм-аут Ну, собственно, это все никто меня отпускать Не собирался никуда У меня начали серьезные проблемы И в этот момент они как раз теряют самую свободу И становятся рабами Выгодополучателями могут вступать некие враги России Эти реконструкторы занимаются тем, что было А эти занимаются тем, что не было История находится в зоне риска Кращайший путь к так называемому этноцидам Не физическому уничтожению народа Это идеологическая диверсия Макеавелли говорил Ищи, кому выгодно Либо ты ведешь игру Либо играют тебя Играли меня три года подряд И через меня играли других людей 1991 год В результате перестройки распадается Советский Союз На страну обрушивается поток зарубежных сект и религиозных культов Кришнаиты, саентологи, свидетели иеговы, неопротестанты Среди засилья иностранных образов Вдруг появляется нечто знакомое Даже родное Из ниоткуда возникают волхвы А их ученики называют себя язычниками Уже в 1994 году первая подобная община получает официальную регистрацию Летом 1997 возникает объединение славянских общин славянской родной веры Они призывают возродить язычество Но что-то идет не так Реальное прошлое начинает заменяться идеальным, часто выдуманным Новодельные символы, фальшивые книги, даже новые боги Наши дни Москва Владислав Королев Юрист, семьянин и отец двух сыновей Свою юность провел в спортивных залах И бился на пустырях столицы за цвета ЦСК в составе фанатской группировки Узнав о языческих богах в конце 90-х Свой путь в неоязычество он начал только в 2003-м Через книги и вдумчивый анализ прочитанного Череповец Зал артели кулачных бойцов Здесь изучают бузу Северо-западную русскую воинскую традицию Денис Антипов – тренер и артельный атаман В среде любителей русского фольклора он известен еще и как знаток традиций пляски и народных инструментов Денис ездит по стране с семинарами Передает знания, полученные от носителей культуры предков Возможно, вы его узнали Именно он крутит бревном в клипе фолкгруппы «Отава Йо» В 2007 году всего одна книга, ныне внесенная в список экстремистской литературы, Надолго изменила его жизнь Тогда, пытаясь найти веру предков, он снял крест Москва, 2010 год Манежная площадь Молодежь, выражая несогласие с ведением следствия по делу об убийстве фаната Спартака Егора Свиридова, стихийно выплеснула на улицы Беспорядки на Манежке запустили протестную волну по всей стране Которая чудным образом превратилась в массовую моду на спорт, ЗОЖ и трезвость Одним из центров силы стал Древний Владимир, где активно начала развиваться организация «Трезвый город» Пробежки за ЗОЖ, акции за народную трезвость, уличные тренировки Все это – плод трудов Всевлада Грязнова и его соратников Как раз тогда он всерьез задумался о забытых русских богах Все, что под грифом «секретно» или «запрещено» к показу в России Все сразу расхватывалось И тема неоязычества как таковая, она именно так и преподносилась Как суперзабытая, как суперзапрещенная Что ее, слава Богу, возродили и нужно молиться всем на свете Что наконец-то это все может теперь появиться на свет И это все ввиду вот этой протестности Мы все ели, мы на это велись, мы это все хватали А потом ты выходишь в какие-то организации, структуры, движения, мероприятия Видишь там точно такой же взгляд на мир И вы сразу начинаете дружить Это была эйфория Это была эйфория У тебя как бы все складывалось У тебя картина мира на тот период Ну, ты думал, что все так и есть Да, вот действительно есть марка врага Есть марка друга, там, союзника Все как-то так вот складывалось И в итоге ты понимаешь, что ты вот здесь Твоя дорога, твой путь, твое предназначение Все вот в этом русле Это пелена на глазах Это был искаженный взгляд на мир И я думал, что я делал все правильно тогда Поэтому у меня вот не было такого, что хлоп, я язычник Просто оно как-то вот само собой мягко прошло в мире Зацепило, что это вот, это настоящая вера наших предков Вот Мне показалось, что это вот такая воинская вера, религия У меня с детства всегда были свои молитвы Я вот сколько себя помню, я молился перед сном И в своих таких обращениях я всегда говорил о том Ну просил, просьбы мои были таковы, чтобы найти себя Меня интересовали вопросы, связанные с нашей историей С историей моего рода Но это все было как-то неоформлено, непонятно Я закончил школу На тот момент я был охранником В одном из клубов В котором назывался этот клуб Инферно Там я познакомился с человеком С одним С кем мы сошлись в разговорах, в дискуссиях На тему патриотизма, родины и так далее, истории То есть этот человек оказался этих взглядов языческих Предложил мне почитать литературу определенную Эти книги Книга Она называлась «Удар русских богов» Написал ее такой человек с фамилией Стархов Книга эта меня взбудоражила, это легко, наверное, сказать Потому что мне показалось, что вся моя жизнь была враньем Я загорелся, вспыхнул внутренне Это был реально пожар И прочитал я ее очень быстро Буквально ее проглотил Первое, что я сделал, снял с себя крест Выточил себе, вырезал из куска черенка от лопаты Такого, ну, нечто подобное, похожее на идола Но я не считал это идолом Просто как-то меня вот так повело, в общем, захотелось Для меня это началось, в принципе, со славянно-горьской борьбы Александра Константиновича Белова В период вот именно 90-х, начало 2000-х Там была жесткая такая позиция языческая Главный крючок для меня Все жестко, строго, так, по-уличному Научился дыраться прям Почувствовал себя мужиком, понимаешь? Вот оно, там тебе не перед иконами плакать Это вот тебе по-мужски сразу все Хопа Без сюсюканий Постепенно, соответственно, грань вот эта вот она Окончательно стерлась И я просто снял крест Потому что перестал себя как-то ассоциировать С Христом, с церковью Христос пришел к заблудшим овцам Дома Израилева А я себя не ассоциировал с овцами Дома Израилева Я себя считал русским человеком С русскими корнями Соответственно, считал, что я возвращаюсь к вере наших пледков Дома Израилев Дома Израилев Субтитры создавал DimaTorzok В современном мире идет глобализация, стираются национальные границы, границы в одежде, границы в национальной кухне, вплоть до гендерной границы. Многие люди пытаются как-то этому воспрепятствовать, найти какую-то границу, на которую они встанут и будут защищать сами себя. То есть, соответственно, человек, например, русский, он пытается найти нечто русское отличное от окружающего западного мира, который действительно разрушительно действует для нашей страны в культурном плане. И он тогда начинает пытаться найти какие-то рубахи, какие-то песни, какие-то, опять-таки, мероприятия и праздники, которые вырывали бы его из этого, что ли, повседневного западного образа жизни. Переход к язычеству является чем-то достаточно, на мой взгляд, закономерным, потому что культура, массовая культура во многом имеет в себе языческие корни. И когда человек из массовой культуры, с одной стороны, пытается вырваться, найти какую-то индивидуальность, найти какой-то свой путь, что-то, опять-таки, свойственно совершенно для молодого ищущего человека, он начинает принимать в свое сердце эти идеи языческого мира. И они ложатся, ложатся в хорошо подготовленную почву. Это плод современной западной цивилизации, современных западных ценностей, просто под некой такой псевдопатриотической оболочкой. И таким образом, да, тут мы не находим каких-то точек соприкосновения с традиционной русской культурой. Там можно упомянуть, например, упор на индивидуализм, либо на гипертрофированное чувство свободы. Для язычества очень характерный. Но и самое главное, это, по сути, отсутствие истины, да, такой тоже взгляд современного западного мира, где я сам определяю, что есть истина в окружающем мире. Я бы поставил между понятиями малообразованность и неоязычество знак равенства. Если копнуть, отодрать вот эту словесную корочку сверху у поклонника неоязычества, что мы под ней увидим? Твердые исторические знания? Нет. Мы увидим там искусственно нарисованную идеальную картину прошлого. Понятие коловрата. Что хотим, то воротим. У меня вся семья, дедушка, отец, мы все фанатики истории, мы просто обожаем ее. Мы ее черпаем художественную и нехудожественную, фактическую и разную. Мы просто любим в ней копаться. И когда мне начали приводить некоторые факты, аргументы насчет того же крещения Руси, это же не просто было, как нам сейчас передают. Сидел князь Владимир, пришли от мусульман посланники, от евреев посланники, от христиан. Он сидит, ну давайте православие, оно нам так рассказывает. А по факту было не так. Он выслушал всех посланников, послов своих. Выслушал всех, понял, да, православие. Так, мужики, собираемся в поход. И он пошел брать греческий город. И греки ему говорят, что ты хочешь, они город не сдают, как бы, а ты что пришел? Он не говорит. Когда он берет город, греки сдаются, все, мы сдаемся, забирай, что хочешь. Я пришел за духовным трофеем. Я хочу, чтобы вы меня крестили. И это было по понятиям, по понятиям того времени и в нашем нраве, в нашем духе. И это сразу вот эта деталь, очень важная деталь, накладывает совершенно другой отпечаток о том, как мы принимали христианство. Это было принято как духовный трофей христианства, а не то, что там, покрестите нас сирых и убогих. Это первый момент. Это, опять же, это история, это все описано. Это невозможно. Второй момент, 10 миллионов, там, 9 миллионов загубленных богатырей. Как? Я вот в голове не понимаю, в Москве живет 10 миллионов человек, может, чуть поменьше. То есть это такие должны быть события, которые бы сказались бы эпосом народным во всех абсолютно окружающих племенах, которые нас накружали. Этого же нет ничего. Миф о кровавом крещении. Князю подчинялись 400 человек. Это его дружина. Остальное войско подчиняло свече, народному собранию. Были и просто взрослые мужчины с оружием, умелые охотники и лесорубы. Представьте, что все они против крещения. Каковы шансы их покрестить насильно? Князь Владимир не мог покрестить Русь насильно. Даже при большом желании у него не хватило бы сил. А значит, никакого кровавого крещения не было. Это миф. Я прочитал три книги Велеса разных авторов. Все это было с карандашом, с пометками. Желание было не просто понять, желание было как-то либо восстановить, либо получить какую-то альтернативу на основе того, что было. Поэтому, прекрасно понимая, что на основе той макулатуры, которая имелась на тот момент, опять же хотелось подчеркнуть макулатуры. Потому что когда три книги Велеса не похожи друг на друга, один пускает одно, другой другое, нужно искать какую-то альтернативу или дополнение. Но больше меня, конечно, со временем, больше оккультная какая-то сторона интересовала. На тот момент были такие крайне правые, радикальные взгляды. Вот эта вот бритоголовость, бей кого-нибудь, спасай Россию. Это было. Меня это тоже возмущало. То есть, никогда я этим не занимался. В окружении были такие ребята. Я всегда спорил. Даже будучи, считая себя язычником, я говорил, что это не наш путь. А чуть позже, когда я в этом так укрепился, еще возник вопрос о созидательности вообще веры. Может ли эта вера созидать государство? То есть, ну, такие вопросы тоже меня заботили. То есть, если, к примеру, там, мы победим церковь, да, сможет ли эта вера, значит, ее заменить? Тоже вот этот вот ответ на этот вопрос меня заботил. То есть, я не мог найти на него ответ. Стали под сомнение ставятся наши истинные герои. Тот же Суворов, Ушаков, там, Александр Невский, Дмитрий Донской. Все эти личности, Иван Третий, там, Иван Грозный, все эти личности стали блекнуть. И их значение, их действие, их деяние, оно перестало быть важным. И стали восхваляться там. Святослав Храбрый, ну, я согласен, как бы, хорошо. Да, он крутой был вояка. Он был классный мужик вообще. То есть, ну, это как герой. Но ставить политику внешнюю его, например, и ставить внешнюю политику Александра Невского, который заложил доктрину за пределами своей жизни. И ставить вот эти два, там, сказать, Святослав классный мужик, Александр Невский, там, так себе, как бы, ну, для меня это очень сильно коребило. И меня это вот зерно изращивало. То есть, как это так? История находится в зоне риска, конечно же. Как и вообще наука. Почему? Потому что она трудна для освоения. Это очень долго и очень ненадежно, как считает человек современного мира, который привык получать быстрый результат. Клиповость мышления, отрывочность, настроенность на сиюминутный результат, она человека склоняет к тому, чтобы получить быстрое, парадоксальное, неожиданное по своей простоте решение. И человек не анализирует, что это решение, скорее всего, неправильное. Что касается конкретно мифов о прошлом нашей страны, то началось это еще в 20 веке. И опять-таки почва подготовлена в советской идеологии. Стали делать акцент именно на языческом прошлом Руси. И воспевать именно дохристианские образы Руси. И многие современные молодые люди или их родители в свое время выросли, до сих пор продолжают передаваться из поколения в поколение. Вот эти штампы, собственно говоря, что мы знаем в этом периоде из этих штампов. Пресловутая, набившая скоминную историю про выбор веры князем Владимиром. Абсолютно упрощенная история, без какого-то глубокого анализа. И миф о крещении Руси огневым мечом. И вот на этом практически, на этих двух идей, все остальное выстраивается, все остальное достраивается, додумывается, продолжает мифологизироваться. И в этом смысле, если говорить о попытках новоязычников говорить о себе как о неких реконструкторах, то я думаю, что это несостоятельно. Любые реконструкторы, люди позитивные, они создают, они созидают. А неоязычники, они несколько более агрессивны, что ли, если возможно, это слово. Они продолжают жить в этом. То есть они придумали себе жизнь, и в ней вот так вот и живут. Но она не такая. И такой не была. Понимаете, эти реконструкторы занимаются тем, что было, а эти занимаются тем, что не было. Но утверждают, что было. Если им кажется, что то, что они делают, есть подлинная, что ли, русскость, то переубедить их очень трудно. Даже если показывать им настоящие труды по этнографии, знакомить их с фольклористами или даже с реальными носителями традиций. Для них это все не аргумент, потому что они сами чувствуют что-то другое. Но очень сложно переубедить, на самом деле, людей, которые слушают, по большому счету, только сами себя. То есть космос, он кишит, и к нам прилетают там каждый день по нуарам. Просто правительство скрывает все это. Потому что прилетают демонические существа. То есть божественные существа будут иметь право прилетать сюда только после 2012 года. Ну, как бы по договору. А сейчас это скрывается от нас, потому что мы просто на них работаем. Потому что мы просто на них работаем. То Нибиру, то Анунаки, то в Китае пирамиды. Вот они ходят, ходят, ходят. Я говорю, подожди, тут вот Ушаков, у него, между прочим, там 64 морских победы и ни одного поражения. Ну, так, просто на секундочку, 200 лет назад жил человек. Так, вот 6 тысяч лет назад, вот 6 тысяч лет назад, ты видел копейку? Видел всадник с драконом? Так вот, 6 тысяч лет назад это был наш русский мужик, который победил китайского дракона. Ему плевать то, что был такой гений, как Ушаков, который создал новую на тот период школу военно-морского искусства, новую тактику создал. Ему плевать на это. Ему супер, что китайская стена бойницами в Китай, и значит, все там. Миф о китайской стене. Великая китайская стена. Крупнейший памятник мировой архитектуры. Протяженность всех частей более 20 тысяч километров. Ее первые участки появились еще в третьем веке до нашей эры, последние в середине 17 века. Строили стену для защиты от кочевников. Поэтому ни один участок не направлен на защиту от Китая. Сегодня это легко проверить. Спутниковые карты позволяют рассмотреть стену во всех подробностях. Она никогда не была направлена против Китая. Это миф. Выгодополучателями могут выступать некие враги России и русского народа, исторические, либо сиюминутные. Тут можно привести один такой достаточно характерный пример. У многих русских наюзычников популярен миф о том, что Китай – это древний враг России. Что китайскую стену построили русские люди. Что подлинное летосчисление идет от победы над Китаем. И что на гербе России, где мы видим Георгия Победоносца, повергающего змея, змей на самом деле китайский драгон. Кому в современном мире выгодно вообще выставлять Россию и Китай извечными врагами? Вопрос риторический. Змеи Горыныча, когда прилетели на Землю, они были обоеполой, женой Акимужем. Потом змеи Горыныча начали похищать не просто кого-то, а царских дочек, Елену Прекрасную. И по методу телегонии вводили в нас свои гены. И так были выведены гибриды. И эти гибриды были внедрены в царские семьи. Поэтому они голубая кровь и белая кость. Мы имеем дело с искусственно придуманной реальностью. Покопаемся в трудах наших неоязычников, и мы увидим, что большинство их построений – это искусственные конструкции, которые родились в 20 веке. которые базируются на, как сейчас говорят, фейках, на искусственно придуманных источниках по типу Велесовой книги. И если мы применим законы мифотворчества, научные законы мифотворчества, выведенные тем же самим пропом к вот этим мифологическим построениям, то мы увидим, что эта картина развалится. Она не имеет под собой основы, она не жизнеспособна, она соткана из многих пластов современной мифологической картины мира. И главный упор там делается на что? На древность русского народа. И здесь мы получаем единственное основание для существования этих мифов. Они созданы для того, чтобы доказать исключительность русского народа. А это, извините, нацизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я обращал внимание, наблюдателен был к людям. Я видел, что люди зачастую, которые именно выходцы из неоязычества, они являются пустыми на слова. То есть заявляется одно, ну, к примеру, я русский, а за этим ничего не стоит. И в каких-то знакомствах, ну, в какой-то момент я уже стал говорить, а в чем ты русский? Вот. Ну, там, я вот глаза, там, цвет кожи. А дальше что? Когда уже начал сам непосредственно этим заниматься, уже в одиночку. Такие мои изыскания были, да, в области именно славянского какого-то пантеона. Потом, естественно, уже, будучи научен каким-то определенным опытом, понимал, что если нет какой-то полноты, да, в литературе, там, по славянскому язычеству, да, или еще где-то, нужно смотреть что-то похожее. Давайте смотреть европейское язычество. Вот. И дошел до определенных моментов, да, вот в этих, собственно, книгах, да, где уже затрагивались вопросы уже совсем темные, темные, оккультные, мистические, там, из разряда, там, демонология. Ну, как бы я понимал, где хорошо, где плохо, черное и белое, то есть, я, как уже говорил, иконы не рубил, да, то есть, в церкви не плевал. Вот, просто-просто от этого абстрагировался, вот, и все. Ну, как бы уже, когда подошел, вот, в момент изучения вот этой оккультизма, подошел к каким-то определенным таким вопросам, понял, что я уже, меня куда-то не туда тянет, надо бы с этим просто притормозить, обдумать. Взял просто для себя такой тайм-аут, просто от всего. Отрешился, этим не занимался, то есть, работа, дом, пытался как-то жить обычной жизнью, вот. Ну, собственно, это все никто меня отпускать не собирался никуда, у меня начались серьезные проблемы. Вхождение в общение с демоническим миром, оно для человека очень опасно. Очень было весело, на самом деле. Кошмары дикие, прям, просыпаешься, не просто ты проснулся, кошмар, ты прям бегаешь по квартире, еще не проснулся, а уже понимаешь, что ты уже не в кровати, просто это ужас. Помимо кошмаров, в жизни как-то все, как-то вот не ладилось, то одно, то другое, с работой были какие-то проблемы. С супругой тоже, с детьми все не получалось, хотя, в принципе, абсолютно здоровые были, то есть, анализы задаем, все нормально. Этот человек, который встает на этот путь, должен понимать. Бесы обманывают человека, создавая для него ложное ощущение силы. Ведь силы, желание быть сильным, это одна из причин, да, почему, опять-таки, некоторые молодые люди выбирают для себя языческую культуру. Там культ силы. И главный обман просто он и состоит, что под видом того, что человек становится сильным, человек дает возможность тем демоническим силам становиться хозяевами своей души, а значит, он становится уязвимым, он становится слабым. И в этот момент они как раз теряют самую свободу в погоне, за которой они находятся, и становятся рабами. Становятся рабами греха, становятся рабами своей плоти, похоти, очей, похоти, плоти и гордости житейской, как говорит нам священный Историй. Слава народу! Слава народу! Субтитры подогнал «Симон» 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 что происходит не туда меня все это завело и как-то надо вот что-то делать вот начали собственно с супругой обоюдно было решение то есть уже были как семья ячейка общества вот решили вот обратиться вернуться в луно церковь скажем так ну пробуждение началось опять же первое у меня были вот эти вопросы стояли с героями второе общение с действительно знающими людьми которые действительно могут достать в любой момент аргумент и этот ты аргумент начинаешь копать и понимаешь действительно так и есть третий момент то что ты когда ты живешь в иллюзиях языческого мира и мировоззрения действительно отрываешься от реальности ты перестаешь закрывать насущные вопросы какие-то и самый наверное один из таких которые мне окончательно добил вопросов эта ситуация на украине как только произошла май на майдане в киеве началась движуха сразу же началось сыпаться все все движение и не только у владимира начало сыпаться везде потому что как правило практически подавляющее большинство язычников именно пассионарных язычников они очень рьяно разделяли идеи майдана макеавелли говорил ищи кому выгодно и все стало понятно кто спонсирует майдан и кому выгодно то чтобы русские ребята пассионарные сильные волевые по сути созданные для геройства которые ведут за собой людей чтобы они поддерживали майдан кому это выгодно вот и все и этот анализ у меня привел в итоге к логике этому просто совершенно логическому выводу что там делать вообще нечего там ты только отрываешься и любая любой шорох связанные сейчас неоязычеством это автоматически ты льешь воду на мельницу врага такое главное событие которое со мной произошло я считаю это таким каким-то чудом в своей жизни это случилось в буквально в преддверии моего дня рождения было 8 мая 9 мая у меня день рождения мне позвонили мои родители значит сказали что дениска не переживай мы к тебе приедем на день рождения но я стал спрашивать интересоваться по поводу того как уйти в увольнение на что мне сказали что 9 мая уйти в увольнение невозможно и с таким сожалению я ушел в роту и через сержанта значит меня вызывает командир роты к штабу зачем непонятно меня еще одного человека он жил санкт-петербурге времени было наверное порядка трех или четырех часов дня ничего ребятки хотите в увольнение на трое суток мы расплылись в улыбке говорим конечно хотим так и так слушайте боевую задачу задача сегодня достать белого голубя все не вопрос сколько надо времени можно нам позвонить все значит мой сослуживец начал по своим каналам ему перезванивают говорят все значит удача значит на такой-то станции метро значит там человек вот номер мы приезжаем на эту станцию выходим чуть-чуть заранее он говорит я иду все мы ждем время проходит его нет я им беру трубку и говорю алё а вы вот станция метро спортивная гряда у спортивного спортивного комплекса да и в санкт-петербурге какой санкт-петербург я в москве тут как бы можно было бы конечно посмеяться но мы решили что это все это конец 8 мая вечер у нас нет белого голубя нам звонят сержанты угрожают нам звонит начальник штаба и тут ну я стал молиться просто вот такая горячая молитва это для меня было очень такое трудное время то есть все как-то так надо сошлось 9 мая в преддверии до праздник весна то есть три трое суток увольнения значит мои родные то есть вот эти все представления это просто все рушится а я когда молился так горячо я сказал что боже я к тебе приду были вот такие слова тут раздается звонок мне звонит мой товарищ с кем мы учились в институте гряди сам вот тебе нужно было голубя говорит вот есть адрес не знаю поможет не поможет поехали мы на этот адрес стоит голубятня издалека непонятно как будто она пустая подходим близк ближе и видим что в этой голубят не сидит один единственный голубь белый как мы потом узнали этот белый голубь нужен был для 9 мая для парада и значит командир этой части с какими-то высокопоставленными лицами должен был этого голубя белого запускать совместно там с детьми общем это был символ победы я встретил своих родителей мы провели очень хорошо время и тогда я надел крест и с того момента я его не снимаю ну и дальше началась уже жизнь православного человека на тот момент я думал что все дальше будет как сказки так вот все легко но как проблем вопросов стало конечно же еще больше потому что это путь воина православного человека это постоянное обвинение первое причастие прям вот как будто кольчугу прям скинуть себя либо бронежилетку что-то тяжелое прям было и прям свалилась вот но господь испытывает меня до сих пор то есть какое-то влияние она вот этого потустороннего а ну как бы я думаю не оставит никогда потому что если ты один раз приоткрыл форточку вот уже будет поддувать постоянность вот если то может быть не читал даже просто смотрел властелин колец да у толкина фродо первый самый фильм так где вот эти призраки ранили его клинком рана от этого клинка не затягивает ну не затягивается всю жизнь и при приближении зла она начинает болеть вот это это очень точное прям понятие который толкин вложил мне кажется он что-то знал такой эпитет вот это не затягивающаяся рана которую при приближении зла будет тебя постоянно беспокоить то есть попытка наладить какое-то общение с этим демоническим миром конечно же она для человека чревато опасность но мы должны быть сильны силы христовой сила христова сила божия если человек принимает христа в сердце она побеждает все и если вот случился с человеком вот такой опыт да он потом в нем разочаровался и пытается вернуться православное христианство или обрести для себя православное христианство я глубоко убежден если он если он это сделает решительно то господь будет ухоронить и посредствия его опыта они в скором времени перестанут о себе давать знать как больной человек понимать что ему нужно лечиться также понимал что я болен мне нужно лечиться вот начали регулярно с супругой посещать храм соблюдать посты то есть молиться она очень очень серьезно к этому отнеслась серьезнее чем я то есть молитвословом прям просыпалась молитвословом засыпала вот соответственно господь даровал детей сначала на опыту второго для меня это просто было очень удивительно насколько моя жизнь начала просто меняться как бы в лучшую сторону я понял что мне нужно как-то искупить свою вину просто три года подряд до этого лил воду на мельницу вообще своих врагов грубо говоря поэтому смотрел такая статья я там не знаю дня три я все анализировал там ходил думал собирался как отступить и все в итоге ее написал буквально я не знаю полчаса на меня потребовалось на это либо ты ведешь игру либо играть тебя играли меня три года подряд и через меня играли других людей то есть для меня это было жизненно необходимо просто дать свое мнение по тому к чему кем выводу меня пришел самое сложное и больное это резать свой внутренний мир понять что те идеалы за которые ты стоял какое-то время являются чьей-то выдумкой что твоими руками осуществляется развал страны твоим сердцем и неравнодушием льется вода на мельницы истинных русофобов главная задача противника кромсать нас на куски вбрасывать мифы и кромсать многие из моих соратников увидит себя в строке я дрожу каждым из вас но на кону как никогда наша россия и другой родины у нас нет на чью мельницу мы льем воду спаси господи изнутри виде все языческое движение просто расписал там все категории сопоставила с теми что говорили про нас там западные политики политологи или просто какие-то мудрецы в точке зрения стратегии все складывалось все упиралось язычество и статья говорит о том что язычество это как средство уничтожения вообще нашей страны нашей цивилизации нашей страны нашего народа это идеологическая диверсия это видно невооруженным взглядом эти диверсии на всех фронтах под разным соусом продвигаются но это надо понимать это идет борьба за умы за наше будущее за детей за молодежь на юзичество это пожалуй кратчайший путь к так называемому этноциду то есть не физическому уничтожению народа уничтожению этнокультурного единства какая роскошная фраза часто встречается в интернете нарисован какой-то богатырь на картинке и подпись мой бог меня рабом не называл это значит что вот славянин настоящий он велик и пришли какие-то христиане его поработили заставили на коленях стоять теперь надо освободиться вот дальнейшие выводы какие делаем отрицаем православие а это что значит разбиваемся на мелкие кучки каждая кучка верит в своего маленького башка и мы перестаем представлять собой единство сейчас этот русский мир кромсают на куски и кромсают не только вот этих там азиатов там или кавказцев или всех остальных татары там татару уж там марийцы там всех же разыгрывать национальную карту не только их откидывают от нас но и нас самих между собой всех делит мы теряем этот русский мир я русский мир жизнится только на православии на этом на этом подходе православном я не говорю что там все мусульмане должны в храм пойти но на этом подходе он зарождался и на этом подходе этот русский мир одержался всегда этот подход мы сейчас теряем благодаря неоязычникам в том числе картина мира русского народа она все-таки внутри православная и она является той основой на которой строится общероссийская идеологическая система наше видение мира наша парадигма вот под нее идет подкоп ее усиленно размывают сюда ее поставьте нам чтобы убедились а то вы ее наверное в заложницы взяли не хотите чтобы она замуж выходила за такого принца где прыща и и и Занимаясь традиционной культурой, я увидел образ русского крестьянина, я увидел образ русского мужчины, я увидел образ русской женщины, простых людей, но на чьих плечах, чьими руками было создано вот это огромное государство. Вот этот вот мистицизм, который был до этого, какая-то такая вот сакральная мистика, она действительно ушла в сторону. Венчается раб божий Иоанн, ради божьей Софии. Слава тебе, Господи, слава! Традиция, она живет своей жизнью, и она как бы не любит, когда ее ломают. Соответственно, если люди, которые занимаются язычством, пытаются нам доказать, что традиция такая, как они ее видят, то это не так, потому что традиция вообще-то меняется во времени. Если раньше пели долгие протяжные песни, то потом стали петь как бы частые песни, частушки, например. Что, как бы от этого традиции перестало быть традицией? Нет, она не перестала бы быть. И это нормально, это естественное бытование традиции. Люди стараются сохранить свое прошлое. А когда вы вторгаетесь в это прошлое, и пытаетесь как бы сказать, это правильно, это неправильно, это так, это не так, чаще всего говорят, да иди ты. Я освоил там энное количество инструментов, гусли, лира, колесная, там, варган, балалайка, гармошка, там, гудок, пение там традиционное, былины, духовные стихи, вот. Я увидел и услышал архаику вообще слова, вот. Я познакомился с многими людьми, и для меня образ предка, он стал простым. То есть я увидел своего предка в своих, вот, буквально, дедушках и бабушках. Выбирая на язычество, на язычник, по большому счету, придает выбор реальных славян-язычников. Естественно, он также придает идеалы своих ближайших предков, не каких-то далеких, чьих имен он даже не знает, а реальных предков, бабушек, прабабушек, прадедушек. И таким образом, если на язычник отказывается от православия, он отказывается вот от этих ценностей, от тех идеалов, которые хранили в себе, вопреки всему, русские люди все эти годы. Если мы действительно хотим опираться на наших предков, то мы должны им доверять. Доверять их выбору, который они сделали тогда, и пытаться все-таки до конца понять, глубоко, по-настоящему понять, почему они тогда именно этот выбор сделали, а не какой-то другой. И я думаю, что сегодня тем молодым людям, которые выбирают для себя язычество, пытаясь обрести веру предков, я бы посоветовал, конечно же, прежде всего, попытаться глубоко разобраться, почему наши предки отказались от язычества и приняли в конечном итоге христианство. Откуда русские начались? Русские начались с Куликова поля. Туда они пришли все православные. Под стягом спасования рукотворного была Куликовская битва. Там начались... русские там начались после всех племен. Соответственно, вера предков русского человека есть православие. Все очень логонично и все очень просто и объективно. Науязычество не вера наших предков по той причине, потому что она искусственна, она поверхностна и запутана. Это был выбор наших предков. Я считаю, что это был все-таки выбор, не навязанный вера огнем-мечом. И, собственно, этот выбор на основе именно православия. Они смогли, собственно, сформироваться непосредственно как нация, сформировать вот этот вот огромный культурный слой, соответственно, построить такую империю большую. Что нет же империи вятичей, государства не было ни вятичей, ни кривичей. В православии я, безусловно, нашел веру наших предков. Я увидел, что она пронизывает все абсолютно сферы жизни человека. Она является цельной, она является живой. Она позволяет совершать дела. Она позволяет думать над собой, созидать себя. Она позволяет взять в руки меч и вести вот эту духовную войну внутри себя. Это очень важно. Надо уважать, ценить и доверять выбору наших предков, который был сделан не вчера, не позавчера, не 10 лет, гораздо раньше. И следовать этой традиции. А сам лично я то, что хочу оставить своим потомкам, это цельность. Цельность традиционной культуры, традиции и обычая, который был у наших предков. И вера, которая соединяет нас с духовным миром Бога Отца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПАВИТА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!